То, что раньше делал я, делают братья, тут на месте. А я делаю то, что никто пока не может. Я курьер. Моя поездка за один раз составляет 6000 километров. Ну да, один раз. И мне спрашивают, говорят, как ты можешь, тебе сколько лет? Ну, я еще мало-то еще. 67. Как ты можешь? Я не могу, мне уже доехать. А я слышно говорю. В Библии написано, любовь покрывает множество грехов. Вот то, что мы любим, вот то, что нам нравится, мы его оправдываем, мы его вмещаем. Мы как-то создаем атмосферу, чтобы это не разрушилось. Я люблю ездить. И вот эти тяготы и лишения дороги, они покрываются за счет того, что я люблю смотреть, люблю, мне нравится. Друзья, вот было такое в вашей собственной практике, такое, что вы с мужем, с женой, вот приходите домой, а там молчите. 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 Что ты молчишь? Что я тебе сделал? Что там? А почему мы задаем такие вопросы? Мы чувствуем, да? Мы чувствуем, что-то такое нарушилась, какая-то гармония какая-то. А как мы это чувствуем? Так вот смотрите, мы чувствуем, когда у нас конфликтная ситуация, и чувствуем, когда нас любят. Мы чувствуем. Вот это та сфера, которая всегда должна регулировать в нас, наши внутренние отношения в семье. При том, что конфликтная ситуация, пьяница или что-то, но он никогда не должен почувствовать, что его не любят. Никогда не должен. Представьте себе, вы приходите к врачу, у вас там давление. И вас нужно отправиться. И врач на округе приходит, и говорит, о, дожился. С давлением пришел сюда. Че ты там? Че ты там? Да? Нет? Странно ничего. Да. А когда эта несчастная душа больна этим грехом, вот, то мы реагируем на нее вот так, вот так. Любить. Это, друзья, какое тяжелое одиночество. Какое тяжелое одиночество. Поверьте мне, я во многих местах бываю, мы дедушку доглядывали 30 лет. Одинокий. Одинокий. Ни детей. Жена умерла. Никому не нужен. Сейчас вот там по улице есть такие старички. Знаете? И хотелось бы, чтобы рядом был плохой муж. Но чтоб был. Слово как перегинулся. Хоть не чувствуешь себя в глепту какой-то. Ходит с палочкой. Я уезжал в Германию. И сосед говорит, Люба, я тебе заплачу деньги. Я не могу Максимович кушать варить. Но я тебе денег дам. Кушай, варим себе там это. Вот все. Поехала. Звонит. Я говорю, Люба умерла. Остался Витя. Витя, который в прошлом году от инсульта еле оклыгался и на палочку. Мой родитель нам на приводах. Старший. У Вики сын уехал в эвакуацию в Днепро. Сердце стало. Второй сын. Побили, убили. И вот он по улице. Знаете, никому не нужен. Никому. Такое жуткое состояние. Ну что я, Павла, Люба, что тут чем-то там, и все, все. А он и утром, и вечером, и ночью, и завтра, и послезавтра. Цените. Цените плохих жен. Цените плохих мужей. Молитесь за них. Видишь? Знаете, есть такое выражение, что в ссоре виноватый он тот, кто умеет. Вот тот и виноват. А не тот, кто сделал что-то. А ты понимаешь, что он это сделал. Потому что сидел и думал, как мне сейчас какую-то пакость в доме сделать, что-то тут огонь. Нет. Нет. Он что-то не понимает. Более. Там вот эти все. Духовные все. Потому мы не должны реагировать на вот эти раздражители. Особенно после того, как мы хоть в какой-то мере восприняли спасение через Иисуса Христа. Особенно в этот период мы должны себя сопоставлять с Христом. Он возлюбил нас когда? Когда мы были грешниками. А какими мы были грешниками? Каждый, знаешь, знал. Да какие? Апостол Павел говорит, дела, которые ныне сами стыдились. Делали дела, которых сейчас нам стыдно за них. Неужели это? Как же я так мог? А мы делали. А мы делали еще и хвалились этим все. А Бог тогда любил нас. За что? За что? Вот потому потому христианство это дорога по следам Иисуса Христа. Если мы по этому следам не идем, то мы только вывеску носим, что мы христиане. Разного толка, разных динаминаций. Только вывеска. Или другими словами это меч звенящая и кимвал звучащая. Ну, барабанков. Я христианин, я православный, я католик, я протестант. Бум-бум. А где жизнь? А где плоды? А где смирение? А посмотри на Христа. А он, посмотри, что он для тебя сделал? А ты кто был? Понимаете, вот это все, когда мы все это начинаем совмещать и мы находим себя среди всего этого. И тогда приходим, говорит, Господи, опять я натворил, опять неправ, опять виноват. помил, дай силы мне, не греши, дай силы мне. И Господь даст силы. И вы будете удивляться, потому что Святослав говорит, кто еще говорил, Саша, я бросал пить и не мог бросить. А кто вдруг констатирует факт, что он не пьет и не курит? А как это произошло? А это вот та, вот та сила, которая приходит от Бога. И человек как бы и не участник в этом процессе. Он просто замечает, что от него отвалилось один грех, другой грех, третий. Отвалилось какой-то, знаете, грязь от ботинок. Все отпало, уже оно неинтересно.